всем привет вы смотрите канал с нами по пути сегодня наш выпуск посвящен городу аугсбург в котором остановились на несколько дней о том как и где именно остановились мы расскажем чуть позже а пока отправляемся в центр старого города до которого от нашего временного дома всего 15 минут на автомобиль мы сейчас доехали до центра аугсбурга припарковались здесь много парковок подземных платные сейчас будний день стоимость 2 евро в час взял такой билетик и часика три погуляем три часа 6 евро стоимость вчера допустим в нойшвайнштейне мы стояли 7 евро целый день здесь 2 евро час вот такие цены все немецкие города кто у них бывал очень разные все по-своему интересные красивые аугсбург стал не исключением я бы назвал его не классическим немецким городом а такая смесь австрии и италии дело в том что этот город был основан до нашей эры точнее это был еще не город это было римлянами построен такой военный лагерь и потом он разросся в город и в течение 400 лет еще эксплуатировался итальянцами как итальянский город римской империи конечно потом он уже стал немецким тем не менее вот этот вкус к итальянскому здесь сохранился до сих пор и город совсем совсем не напоминает нам традиционные немецкий город с его архитектурой прикольную штуку обнаружил здесь телефон я не держал его лет 25 наверно в руках гудочек идет можно оплатить современной кредитной карточкой и позвонить по телефону наверное чтобы такой звонок был от анонима для этих вещей я честно говоря не знаю кому он может в аугсбурге традиционно очень сильная школа ювелирная здесь делают много изделий из латуни и золота существует такой термин аугсбургский стиль это узоры с излишествами и все-таки вот эти излишества завоевали сердца многих любителей украшений в каждой коллекции музея известного которому наверняка бывали обязательно найдется золото из аугсбурга мы сейчас стоим в самом центре аугсбурга перед ратушей это главная достопримечательность города когда-то еще в 14 веке построили ратуши она была немного другой поменьше но затем город разросся стал большим и размеры этой ратуши не соответствовали статусу города разбогатевшим на то время было принято решение поставить новую и в начале 17 века очень быстро за четыре года отстроили вот это здание которое мы сегодня можно видеть в 6 этажей по тем временам это было самое высокое светское здание в европе сколько мы гуляем по улицам немецких городов столько раз удивляюсь стройкам или реставрациям я закончил университет строительный всегда профессионально обращаю внимание на стройки они очень чистые они просто безумно чистые все затянуто вон посмотрите белой марлечкой ни капельки нигде краски не капнула просто какое-то и идеальная стройка мы уже как-то рассказывали в словении о раздельном мусоре но в германии пошли еще куда круче сейчас здесь несколько баков желтые синие зеленые черные кстати не хватает еще коричневого у нас в квартире где мы сейчас живем в немецкой все то же самое мусор нужно разделять пищевые отходы от пластика от стекла от картона есть такие тонкости допустим чеки это не бумага это опасно для здоровья и вы не можете выкидывать вместе с картоном чеки нужно класть где вы выбрасываете пластик например а если вы выбрасываете пищевые отходы то вначале вы должны выбросить из пакетика пищевые отходы а пластиковый пакет выбросить в отдел для пластика вот такие вот правила во время войны алксбургу очень сильно досталось было уничтожено много интересных зданий а совсем недавно в 2016 году в самом центре была найдена бомба второй мировой войны и здесь прямо на празднике была эвакуирована часть жителей были закрыты музеи и затели тоже люди эвакуировали пока эту бомбу не обезвредили и не вывезли и не уничтожили на безопасном расстоянии аусбург еще называют городом каналов но не таких каналов как например в амстердаме вот по ним не катается здесь на лодочке просто они выполняют технические задания скажем так они кое-где разделяется потом вместе соединяется впадают в реки одна из них главное называется леха а вообще искусственных каналов здесь так много что общая длина составляет 90 километров и это сделано не сейчас это было сделано давно представляете сколько вручную работы пришлось сделать чтобы выкопать все эти каналы мы как всегда решили перекусить в каком-нибудь вкусном заведении и зашли в абсолютно пустое кафе ресторан этих очень много вообще здесь сидели люди выпивали пиво мы думаем почему бы нет люди так лет по 80 все были наверное думаем знает в какие места нужно заходить в общем мы сюда зашли я заказал себе венский шницель не знаю почему я вообще никогда не любил венский шницель почему-то сегодня прочитал венский шницель захотел его наверное потому что мы совсем совсем рядом с границей австрии то есть ауксбург находится в непосредственной близости от австрии где любят есть шницель а у оли салат с курицей не очень дорого скажем мое блюдо стоят 10 евро а у оли вообще до 10 евро принесли мне блюдо шницель мне кажется он такой более сочный чем я привык видеть шницель и на вкус очень сочный а еще взял картофельный салат мне понравился когда мы были в замке ну и швайнштайн я узнал что это блюдо называется картофельный салат и как он мне приглянулся и был выбор или с немецкими традиционными какими-то шариками брать картофельными с тестом я выбрал все-таки себе салат и наконец мне принесли кляйный стакан с маленькими стаканчик я все время заказываю маленькой всегда приносят 0,5 почему-то вот наконец-то я заказал маленький и получил 0,25 миллилитров темненького пивка сам а то привет привет заходите в гости мы находимся рядом с городом augsburg сняли здесь квартиру на сервисе airbnb и сейчас все вам про нее расскажем итак мы в прихожей в которой уже очень много интересных деталей вообще надо сказать нам в эту поездку нам просто невероятно везет с жильем и эта квартира не исключение и мы даже для себя смотрим какие-то вещи и тут же покупаем их в вешалка никогда такую не видела смотрите просто крючком крепится к стене такой тросик и вот здесь такие как веточки от деревьев а внизу просто груз очень удобно когда ничего не висит она очень легкая не занимает никакого места мне кажется это очень интересно вот и во всех во всех квартирах в этой особенно много вот таких деталей хозяйка которая нас здесь встретила очень доброжелательная очень любезная все нам показала рассказала отдельно очень удобно что у нас ключ от квартиры и от нижней двери и от гаража это один ключ очень удобно замечательное решение из прихожей мы проходим в зал и он очень светлый и просторный и всем хватает места и если у вас семья больше чем наши и вам нужны еще дополнительные места то здесь возможно организовать два спальных места так что даже для больших семей эта квартира подходит как я уже сказала она очень светлая и просторная из нее есть выход на террасу из деталей здесь мне очень нравится вот эта замечательная фотография и еще столик столик это просто находка их тут целых три смотрите наверное это икея вот мы не смотрели но я думаю что икея в общем это маленький столик его легко можно передвигать можно убрать сюда можно использовать его вечером для ужина и самое интересное что он крутится такой какой-то мне напомнил аналог маленький аналог китайских столов знаете в китайских ресторанах есть такие большие столы выставляются блюда на всех и все крутят стол подкручивая себе блюда которые интересуют почему-то мне напомнила вот мне кажется это очень практично и очень красиво выглядит как я уже говорила мы живем не в самом аугсбурге а в пригороде в 15 минутах езды посмотрите как здорово живут люди у всех такая милота так все аккуратненько через дорогу от нас находится стадион также там большая детская игровая площадка и речка на которой тоже сегодня прохладно а когда очень жарко или просто тепло люди купаются загорают есть даже маленькие свои галечные пляжи вообще район супер просто а сейчас пойдемте я покажу вам кухню моей мечты всегда мечтала чтобы в кухне было окно где-нибудь перед раковиной или перед печкой он вот здесь первый раз моей жизни не помню нигде не видела такого чтобы было окно с видом на речку в кухне есть все необходимое вообще не буду даже перечислять все что нужно здесь точно есть это кофемашина и чайник все 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 здесь есть в общем кухня просто супер и окно в кухне если у вас есть шанс его сделать то надо его точно делать так же как и окно в ванной в ванной тоже здесь окно она очень большая и просторная тоже есть все что может понадобиться человеку очень мне нравится идея ставить стульчик где-то мы такое видели уже в словении по моему нас в квартире как-то раз тоже уже было так что стоит стульчик и там лежат чистые полотенца мне кажется это очень удобно чем хранить полотенце где-то всегда они чистые в наличии нужно взял полотенце ну и окно конечно отдельно супер сразу свет сразу пространство сразу много воздуха вот хотя в этой квартире в принципе много воздуха она светлая хорошая высота потолков а это столовая или как ее назвать вот отдельное помещение где можно обедать завтракать ужины если честно для нас троих здесь так много места что столовую мы даже как-то практически не используем завтракаем обычно в гостиной она очень милая здесь тоже есть окно и хороший стол удобный круглый мне нравятся круглые столы и мне нравится белая мебель и мне нравятся белые стены ну и как вы видите здесь есть лестница а раз есть лестница она куда-то идет или ведет или идет а ведет она в спальню которая находится на втором этаже в эту поездку у нас просто бум мансардных квартир это уже 3 мансардная квартира здесь на мансарде находится спальня два окна в крыше это очень удобно очень хорошо проветривается много свежего воздуха и вид и на одну сторону на реку и лес и на другую на жилой район само помещение для спальни вполне достаточно всего хватает кровать отличное что я хотела вам здесь показать это по моему вообще оказалось что мансардные квартиры это очень удобно и я просто поражаюсь как люди здорово придумывают какие-то классные решения где в них что хранить и вот смотрите вот это выглядит как будто стена просто декорированная ну красивая стена а на самом деле тут дверца смотрите и там такое бытовое помещение там стоят полки и лежит там постельное белье пылесос гладильная доска вентилятор тут можно вешать одежду самое что интересное это обычные вот такие вот рейки и на них натянута ткань просто с этой стороны обычная с той стороны красивая декоративная по моему это гениально просто и даже в этом помещении тоже есть еще одно окошечко его тоже можно проветривать просушивать если необходимо вот ну были такие сильные ливни нигде ничего не течет конечно а ночью можно открыть окно и смотреть прямо на звезды машина у нас стоит в подземном гараже сюда входит в эту квартиру в ее стоимость скажем так входит замечательный подземный гараж так что ваша машина не будет мокнуть или печься на солнце вот а мы сейчас отправляемся в аугсбург смотрите об этом дальше итак мы снова в центре аугсбурга его население 300 тысяч жителей и он является третьим городом по величине в баварии после мюнхена и нюрнберга а еще он считается наиболее древним городом германии после трира и хотя это немецкий город то тут то там мы натыкались на его итальянские корни в виде кусочков древней архитектуры когда здесь была римская империя аугсбург является университетским городом и это чувствуется по большому количеству молодежи хотя в последние годы их доля падает а число людей старше 60 лет наоборот растет кстати в аугсбурге живет много иностранцев общее количество из постоянно живущих здесь составляет 16 процентов а вообще за последние 20 лет город постоянно растет и количество населения увеличивается примерно на один процент в год вообще аугсбург нам понравился он не похож на другие города германии в первую очередь из-за большого количества каналов а также из-за совершенно особенной архитектуры здесь даже размер площадей и ширина улиц делались по каким-то своим стандартам поэтому иногда ловишь себя на мысли что ты не в германии вовсе а еще здесь очень спокойно и я бы даже сказал тихо и так закончить свою прогулку по городу аугсбург мы решили в одном из кафе прямо в центре города мимо нас ездят трамваи ходят люди туристы местные жители я взял вот такой прекрасный еще тортик сейчас его попробую с черным кофе просто прекрасное завершение нашей прогулки а также путешествие по германии в германии обязательно вернемся снимем другие города все они очень интересные разные и прекрасные поставьте лайк если вам понравилось это видео нажмите на колокольчик чтобы не пропустить наши новые выпуски и смотрите наш канал с нами во пути всем удачи всем пока чао много разных церквей и мне кажется этот человек разговаривает с прошлым вот теперь вы увидели кто разговаривает по этим телефоном и так а чем это я